Степан, приветствую. Хорошо, хлопаешь. Я училась. Я вам сам люблю взять. Хлопать? Хлопальщиком. Ритм отбивать. Хорошо, договорились. Небольшой гранат. Да я могу. Безвозмездно. Ничего страшного. Но нужно быть очень ответственным. Обсудим это после интервью. Хорошо. Степан, мы с вами соседи, живем в Приморском районе, и мне рассказывали, что вы порой по району колесите на авто и из открытых... На велики, на велики только если. Я знаю, что у вас нет прав, но история была такова, что вы были замечены в автомобиле с открытыми окнами, громко играла музыка группы Марсель. Насколько эта история правдива? Вполне возможно, если это была хорошая погода, это за въемом была Катя, и это, скорее всего, может быть, какой-нибудь новый сингл. Ничего нет, лучше реклама. Просто в машине включить и по району покататься. А на велики часто гоняете по району? На велики вообще это просто моя любовь. Летом я принципиально не езжу ни на метро, ни на машинах. Когда едешь, на велики свои мечты... Что же там за велосипед-то такой? Он на первом этаже стоит, видели? Нет, еще не видел. У меня 15 лет не было велика, пор прошло 3 года. Все эти 3 года я просто не слезаю с велики. Теперь о более серьезных вещах. В октябре в прокат выходит лирическая комедия «Один день лета». Я посвящаю эту песню всем городам, тем, кто рядом был со мной, тем, кто предал. Я посвящаю эту песню ее глазам. Вы там сами себя сыграли? Отчасти сам себя и отчасти такой собирательный некий образ. Приехал сюда из маленького города Наринмара. Типа длинные такие волосы там по плечи такой, коры весь такой. Режиссер, режиссер. Пальто на секунде купил такое, как у брата. У Данила Багрова в фильме. По колено пальто. И мы с друзьями, с Наринмарскими друзьями, просто ночами напролет гуляли по Питеру. Потому что нам, ребятам из маленького города, где, в принципе, как бы нет ничего подобного, такой красоты, холодно в конце концов. А тут просто мы приехали. Мы реально первые, наверное, месяца два с ребятами гуляли по 50 километров в день. Я на самом деле до сих пор это чувство не потерял. До сих пор хожу по городу так, как в первый раз. Только в отличие от первого раза у меня скинхеды не отбирают телефон. Было и такое, да? Было такое. Это был 2003 год, правильно? Это был 2003 год. Это были самые интеллигентные скинхеды, хулиганы в мире. Мы вышли с другом из этого автобуса и увидели всю эту красоту. Мне даже метро Площадь Востанья показалось просто каким-то дворцом невероятным. Я смотрел, думаю, блин, ничего себе, вот это то ли храм, то ли что это такое вообще. А Вадя говорит, это метро. И тут к нам подходят два парня, высокие, лысые, в бомберах, с подогнутыми штанами. Один из них начинает говорить, парни, добрый день, меня зовут Костя. Мы поругались с девушкой и у меня сел телефон. Есть у вас телефон позвонить? У меня, кстати, не было такого телефона, а у меня был телефон Вадика. И Вадик такой говорит, Степа, это развод какой-то. Я говорю, да нет, Вадик, посмотри, какие интеллигентные ребята. Я в тот момент сам так не умел как бы изъясняться, как они. И тут в этот момент просто подходит чек пять, наверное. Парни, а вы откуда? Мы такие, да, мы из Наринмуара, вот приехали учиться в университет культуры. И в какой-то момент они просто такие, да, да, и расходятся. Вадик говорит, ну все, Степа, что, жалко телефон, короче. Что я ему говорю? Да не, он же сказал, через полчаса придет. А можно сказать, что группа Марселя родилась в общежитии Института культуры и искусств на Черной Речке? Честно, так и есть. В общем, история такая. Мой самый первый фильм, которым я снимался, называется «Грозовый ворот». Да. Приехал я оттуда поздним-поздним октябрем в общежитие. То есть уже первокурсники там уже успели, первокурсницы успели уже пожить. Я сижу на подоконнике между этажами, пою, короче, песню. Пролет вверх полностью в людях просто, в основном в девчонках. И пел я эту песню, которую я сочнил за несколько месяцев до этого, когда вот как раз ехал на съемки. Называется она «Еду на юг». Синое море только в сказках, а на самом деле две недели хватит любому. По-любому отдохнешь и станешь темнее, веселее отдохни скорее. На море, на просторе пули отпускаю. На Олю, на свободу подарите море с песком. Для народа дайте всем бумажку с печатью. Я еду на юг, без блюдя, без блю, просто так. Прогнём штуку. еду я еду я еду я еду я еду я в одном из интервью рассказывали что вы по маме потомственные оленевод а по папе потомственный шаман все-таки вы кто больше шаман или оленевод какие-то бытовых делах я бы наверное больше оленевод а на сцене шаман например в кире я стреляю все десяточку всегда 15 15 а шамасты да я выхожу на сцену каждый раз как шаман подскажите что-нибудь на ненецком собак это вы не к вы не к почему amg amg как время суток будет на ненецком но с полярный день полярная ночь когда учишься короче зимой в первую смену школе утром выходишь темно заходишь в школу темно выходишь из школы уже темно но в школу это как казино там люди не должны понимать время суток зачитывая отрывки материалов о группе марсель и мы проверяем информацию в 2007 году группа марсель выступила на всероссийском конкурсе живи музыкой жюри которого возглавлял известный музыкант сергей жуков он был настолько впечатлен победа ребят что не только вручил им приз сумку холодильник с тарелками легендарных пор хранится у степы дома но и предложил поработать вместе действительно на всероссийском конкурсе был приз сумка холодильник да сумка холодильник да и запись альбом я так понимаю что альбом так и не записали сказано что в итоге денег нет к не дать тут так тип того и был солид конкурс очень сильно поменял меня как бы еще жизнь мы поменяла первых знакомству серегой игрока подарил мне мой первый комп весь первый альбом точно там написал как у я все сказал такие правильные всякие слова которые до сих пор использую и мы до сих пор с ним дружим что за слова которые вы до сих пор используете поешь какую песню лирическую находишь одну девушку зале просто поешь ей всегда работает потому что но сразу внимание сейчас если я точно эту девушку все хотят быть этой девушкой я видел много раз и слезы много-много разных эмоций я хочу услышать город свой я очень всегда любил группу руки вверхе но у меня не было даже мыть магнитофона на колгое понимаешь был телевизор один старый там только один канал был первый то у меня был друг лёша соболев за что ему огромное спасибо у него был магнитофон и он не когда вот весной выходил новый альбом руки вверх он не сдавал его и на типа на недельку тому это фон и я просто слушают кассеты дады представьте остров как бы в северном ледовитом океане маленький поселок там живется там 300 человек даже мечтать не мог что я когда-нибудь встречусь к своим кумиром в том же 2007 вы участвовали в конкурсе 5 звезд до самого последнего момента не было ясно возьмут ли марсель на конкурс за ребят вступился сам иосиф давыдович кобзон или и лариса долина это правда да это правда абсолютно когда вышли на сцену носил кобзон дольно игорь матвиенко сидел и мы начинаем короче играть песню мой мой новый город мой новый город забери меня к себе мой новый город подари мне новый мир мой новый город и тут такой матвиенко стоп-стоп-стоп а у вас есть что-нибудь не в нефти по не в свинге есть одна песня такие начинаем я не могу без тебя она такая прямо джазовая я не могу без тебя я не могу без любви кому молодцы и начинают берут микрофон начинать что-то подпевать там какие-то мелизмы делать вот нитки все спасибо ушли через несколько дней звонит ребят ребята ребята все короче вы прошли проходит два дня звонит серега я просто грустным голосом блин брат прости но короче вместо вас взяли там то близняшек я просто расстроился тусили несколько суток туса началась пятницу где-то в понедельник он не звонит жуков чё так мне звонит рано поднимаю за наступилась долина и кобзон и выедем покупай срочный билет сегодня пресс-конференция в час дня у меня даже денег нет понимаешь как в итоге переводит мне там 5000 рублей я их снимаю в первом открывающемся банке бегу в аэропорт все просто бегу в аэропорт весь такой в мыле прибегая туда подбегая кассе ими девушка говорит молодой чек остался только бизнес-класс а у меня все в край денег 5000 рублей не больше не меньше кто делать просто ну все думаю капец вот так вот жизнь как бы артистов ломается и тут начинается посадка на рейс на рейнмар санкт-петербург на рейнмар бегу туда и встречаю моего старого знакомого селегу парома дает мне 3000 рублей я просто бегу и покупаю билет на этот рейс речу на свою первую бесконференцию бизнес-классе это был первый раз в жизни когда летал бизнес-классе представляешь но вот этот звук это было я насчитала вот в том углу почти 19 пар обуви маленькая часть сам делал посол покажите вот эти кроссовки мы сделаны из тапок филла и сделаны из тапок филла и кроссовок на это что за материал а это вот пласт пистолет пластиковый горячий горячий клей короче а так как тапочек это как массажным такой с пупырышками они стали ультра удобные ну просто ты ходишь как на подушке мы снова обувное производство потом смотрите эти вот например тоже мы в моей идее как бы вместо шнурков использовать разноцветные пластиковые просто стяжки вот это тоже если включить ультрафиолет они светятся я знаю что какое-то время раскруткой группы марсель занимался евгений финкенштейн то что какое-то время это было продолжить это второй человек моей жизни здесь два человека кроме моих родственников за которых я готов как бы набить морду любому совершенно это серёга жуков и женя финкенштейн почему вы с ним перестали сотрудничать уже неких бы есть такая тема он очень такой быстро увлекающийся человек и быстро стывающий человек ну мы что-то нравится он хоп хоп загорает загорает загорается а потом что-то новое появляется и все и мы совершенно полюбована разошлись он никогда не был к знаешь как как в московском понимании продюсер он скорее был просто как как отец добрый дядя как родственник степа в среднем сколько стоит вообще группу раскрутить сейчас на самом деле очень сильно влияет связи больше даже нежели кого деньги вот это это вот 90 была такая тема что можно было спокойно занести деньги и жене стали работать с января 2010 года и он сказал что в декабре сначала декабря ваша песня будет на русском радио я обещаю свои связи использовал он же занимался радиостанциями хорошая песня просто должна быть услышана дайте дайте площадку на которой услышать там хотя бы тысячи человек и она разойдется я вас уверяю через черные звезды на небе только звезды усталые а я бегу к тебе районами потолами и пускай вокруг все нас считают странными странными ты меня послал этих жулья каменных обняла согрела наплевав направила до сих пор не знаю как ты под ранами разведела реки с океанами океанами переходный такой момент из наброска в песню просто как серотонином тебя наполняет он такой недолгий но он того стоит музыка она либо для малолеток либо как бы для старшего поколения как будто бы не принято петь песни как бы о жизни 30-летних семейных людей то есть песни районами кварталами это о семейной жизни 30-летних конечно да для меня отличная каждая моя песня это как психологу сходить только не хожу психолог мой психолог вот мой компьютер logic я сажусь и передаю ему то о чем чувствует человек таких как я миллионы я буду лучше продолжать петь песни про то как я говорю здравствуй мам своей маме и своих детях и своей семье своих как бы это жизненных ситуаций ты скажешь мне звездный болезнь а ты нет же по поэтому я когда пишу песни мне главное чтобы не стыдно было показать маме когда ты стараешься сделать не по-легкому пути пойти а сделать как-то вот так вот по-петербургский интеллигентно чтобы чтобы не стыдно было и через десять лет послушать понимаешь мама видела все те тексты ваших песен и слушала всю музыку маму всегда слушать да конечно какие-то замечания она когда-то делает нет всегда маме нравятся мои песни то есть никогда никакой критики вы от мамы не получали нет никогда не получал монику критики назовите три топ исполнителя современности сейчас там в российском шоу-бизнесе есть такая тема что куча элджеев девочка пятница не хочу быть сегодня одна какая разница я не отвечаю на номера джей и просто как конвейерная машина подобная джей и подобная вторая струя это миаги эншпиль . арнавал а тут на танцполе тебя было мало мало это быть элджеем первым и круто быть первым как бы миаги эншпилем такое просто время живем сейчас люди устали немножко смыслов там и так далее сейчас проще воспринимать десять раз повторяющиеся четыре слова не потому что люди плохие не потому что артисты плохие нет просто спрос рождает предложение то есть получается что упрощение всех текстов это тренд теперь трендами это всемирный причем тренд качает людей степно даже катастрофа это катастрофа понятно но такое время живем вы пишете и музыку и тексты сначала текст потом я вам начинаю делать аранжировку просто делаю вы бит сочиняю сижу и если меня кончает качать я начинаю слова сочинять в аэропорту просто где-то фон включаешь и записываешь а и Забираемся на столы и танцуем. Получается, создание песни — это вопрос нескольких дней, по большому счету? По большому счету хорошие песни пишутся очень быстро на самом деле, потому что не надо ничего вымучивать из себя. Такие песни, как «Здравствуй, мам», например, моя песня, или сколько бы, они все появились. А я переместилась. Да, их расстояние от взрыва в голове до состояния аранжировки, буквально там, не знаю, несколько часов. Вы как-то сказали, что хорошая песня — это та, что проживет не год, не два, а много лет. Как вы думаете, лет через, допустим, 20-25 ваши песни будут еще популярны? Песни, проверенные десятилетием, они проживут и сто. Вырастает целое поколение на этом, как бы, дети, которые становятся взрослыми, они слушают дома и слушают, соответственно, дальше слушают их дети. А если песня хорошая, то они… я же помню прекрасные песни, которые слушали мои родители дома. А что родители слушали? Высоцкий у нас дома всегда был, и помню песни на подкорке. А вообще Высоцкого любите? Высоцкого… ну, не знаю, как его не любить. Ведь эти пластинки, которые распространялись по Советскому Союзу, это же были просто записи с концертов. Там всего две дорожки, микрофон, гитара, все. И энергетика, как бы, которая идет, как бы, ты чувствуешь из зала, когда он разговаривает там между песнями, изучал, как бы, историю Высоцкого о том, как он, чтобы свой голос становился таким хриплом, дышал зимой в форточку. Я вполне представляю, как это делал Высоцкий. Вы тоже так делали? Я делал по-разному. Я, например, ездил читать большие произведения, там, Данты и так далее. Я садился на Черно-Невский метро, ехал до канала Гриба Эда, вот где Красный Переход внизу. Просто садился на скамеечку и начинал читать. Сидели в Переходе, читали Божественную комедию? Да. Скучнейшее произведение, абсолютно, как бы. Но в Тишине его, тем более, читать невозможно. И что Вы еще в том же самом Переходе читали? Перечитывал все там Ага Гарри Поттера, точно я там перечитал, на курсе, наверное, на втором. А из классики? Булгакова «Трамвай желания» я там читал, много, кстати, из Булгакова что там читал, на самом деле. То, что Вы проходили по драматургии в то время, я все читал там. Мне просто шум нужен, какой-то белый шум, чтобы был вокруг, не знаю, мне кажется, я в космосе бы умер не от того, чтобы меня там разорвало бы мозг, а от того, что там слишком тихо. Пусть в Вашей жизни никогда не будет слишком тихо. Спасибо. Все, я Вас попрошу на стаканчик и оставить для нас пожелания. Время суток. Название такое, типа, уборка бобров, еда с коней, а время суток. Все поняли? Все, расходимся, сверим часы. Так, время суток. Это была песня «Помоги мне», нет? «Помоги мне»? Да. Ты поможешь там? Да нет, я в принципе пока справляюсь, все нормально у меня. Чашка, бокал, и мы пьем Санкт-Петербург. До дна. Но это лучший стаканчик. Продолжение следует... Продолжение следует...